В Станице Смоленское состоялось торжественное открытие нового модульного здания детского сада. Для маленьких жителей Станицы Смоленское это стало настоящим праздником. Еще 60 ребят смогут получить здесь дошкольное образование. Модульное здание по проекту детского сада рассчитано на 50 малышей до 3 лет. Еще 10 мест ввели за счет оптимизации помещений. На строительство детского сада потратили 13 миллионов 800 тысяч рублей. Из них практически 10 миллионов средства краевого бюджета. Кроме того, 3 миллиона 900 тысяч рублей было направлено из местного бюджета на приобретение мебели, инвентаря, посуды, уличного и игрового оборудования. На церемонии открытия присутствовали жители Станицы, представители администрации района и сельского поселения, Управление образования, работники детского сада, строители и родители малышей. Ваша дружная команда потрудилась от души. Дело сделали большое для Смоленской детворы. Гости мероприятия осмотрели помещения, выполненные в соответствии со всеми современными нормами и требованиями. Побывали в игровой и спальне. 41-й детский сад полностью подготовлен к приему воспитанников. Оборудованный оснащен всем необходимым. Приобретена мебель, игрушки, хозяйственный, производственный и мягкий инвентарь. Новый детский сад в Станице Смоленской – это сбывшаяся мечта многих родителей. Мы очень рады, что ребенок пойдет раньше, чем нужно было. Для меня, у меня еще один маленький ребенок, будет намного легче. Я думаю, деткам будет очень интересно играть с игрушками, которые уже стоят в павильонах. И все очень красиво, очень понравилось. Рады, что у нас появился еще вот такое вот приятное событие в нашей Станице. Будем водить деток. Очень красивый, современный. Нам все нравится, мы довольны. Будем с удовольствием ходить. Благодаря открывшемуся модульному зданию удалось полностью закрыть потребность в местах детский сад. Для малышей от полутора до трех лет. В Станице Смоленское сегодня полностью ликвидировано отчество детских садов. Это уже радует. Но у нас на этом проблема не заканчивается. Хотя мы каждый год строим такие вот модульные здания, по два, по три открываем каждый год. Благодарю всех строителей, кто принимал участие. Естественно, благодарю нашего губернатора, который постоянно нам помогает, нашему району. Теперь в новый уютный и светлый детский сад с яркими игрушками и удобной мебелью будут приходить малыши, чтобы радостно и плодотворно провести день, узнать новое и интересное. Елена Меркотан, Владимир Галуцкий, телерадиокомпания «Атаман». Их подвиг как символ непобедимости народа. Торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда, прошло у памятника героям Советского Союза, братьям Игнатовым. Почтить память жертв блокады пришли школьники, студенты, ветераны, представители казачества и духовенства. Глава района Адам Джарим поздравил всех собравшихся с этой даты. Тысячи молодых людей, которые шли в бой, не думая о своей жизни, а думая о том, что будет мир на земле. И сегодня мы 74 года живем под мирным небом, благодаря таким, как братья Игнатовы, и миллионы-миллионы людей, которые погибли. Поэтому мы все должны это помнить и пронести через века ту большую трагедию нашего народа в 40-е годы. Цените сегодняшний мир. Почитайте своих старших, уважайте и цените то время, в котором мы сегодня живем. 872 дня голода, страха и лишений. Вот цена, которую заплатили жители города. Однако каждый, кто пережил те страшные времена, стал живым доказательством той стойкости, человечности и несгибаемой надежды, которые остались в наследство будущим поколениям. Все собравшиеся возложили цветы к памятнику и почтили память ушедших минутой молчания. Та жертва, которую принес город во время войны, навсегда останется в памяти потомков. И в мирное время долг каждого из нас помнить о том страшном времени, чтобы не совершать ошибок в будущем. Планерное совещание прошло в администрации Северского района. Глава района Адам Джарим, главы поселений и руководители районных служб и ведомств обсудили план работы на предстоящую неделю и подвели промежуточные итоги. Один из главных вопросов встречи – состояние животноводческой отрасли в муниципалитете. С докладом по данному вопросу выступил заместитель главы администрации района Абрек Наш. Большое внимание собравшиеся уделили обсуждению преступности среди детей и подростков на территории района. Глава управления по делам несовершеннолетних Наталья Сердюкова предоставила подробную статистику за 2018 год. Также в ходе совещания обсуждались вопросы водоснабжения и санитарного состояния населенных пунктов района. Глава Ильского, Азовского, Черноморского и Северского поселений рассказали, как ведется работа по благоустройству. Ежегодно в России от употребления наркотиков умирает порядка 80 тысяч человек. Наша страна занимает первое место по употреблению героина. Около 70% всех наркоманов – подростки и молодежь. Примерно 200 человек ежедневно становятся наркоманами. Статистика угрожающая – каждый 20-й россиянин – наркоман. Искоренять и останавливать распространение этого страшного недуга необходимо. В молодежном центре «Таштаницы Северской» состоялась районная конференция «Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения» – формирования здорового и безопасного образа жизни молодежи. На встрече присутствовали работники здравоохранения правоохранительных органов районной администрации, представители Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Поддержки президентских инициатив» в области здоровья и сбережения нации «Общее дело». Идея провести мероприятие с привлечением представителей Общероссийской общественной организации на территории нашего муниципалитета существовала давно, поскольку в Северском районе накоплен немалый совместный опыт работы. О ситуации с наркозависимостью в районе рассказала психиатр-нарколог Северской ЦРБ Екатерина Зуза. В начале 2018 года на учете в наркокабинете состоит 858 человек. Это, конечно, на 202 человека меньше, чем в прошлом году. Наркозависимых, состоящих именно непосредственно на этой учете, 52 человека. Это на 12 человек меньше, чем в прошлом году. У потребляющих наркогические вещества с вредными последствиями 53 человека. Хроническим алкоголизмом у нас на конец года является 354 человека. Как отметила Екатерина Зуза, в группе риска в кабинете нарколога на сегодняшний день состоят 5 подростков. На семинаре подняли тему наркоторговли через интернет. За 2018 год в Краснодарском крае сотрудниками МВД выявлено свыше 2000 подозрительных сайтов. Из них заблокировано 1748. В рамках встречи участники семинара обсудили актуальные вопросы по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма. А также просмотрели документальный мотивационный фильм. Заплыв по зимнему Дунаю устроили в баварском городе Нойбурге. Почти две тысячи отважных и выносливых пловцов в холодоустойчивых гидрокостюмах погрузились в ледяную реку. Температура воды плюс два с половиной градуса. С шутками и смехом они проплыли четыре километра вниз по течению. Ну а 70 самых отчаянных пловцов нырнули в воду в одних плавках либо купальниках. Правда, у них дистанция покороче. Они лишь переплыли с одного берега на другой. Это было здорово. Раз в год здесь происходит нечто фантастическое. Это очень весело и забавно. Ощущение потрясающее. Когда тело возвращается в нормальное состояние, ощущения просто фантастические. На берегу пловцам раздают горячий суп. Но многие даже и не думают мёрзнуть. Говорят, вода их просто освежила. Заплыв по зимнему Дунаю проводят в Нойбурге уже 50-й год подряд. В этом году съехались участники со всей Германии, а также из Польши, Франции и Чехии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова